здравствуйте дорогие друзья с вами снова я Елена Горчакова и сейчас я покажу вам что я сделала с собранной вчера черной смородиной вот они листья собранные на болоте та самая волшебная необычная вчера у меня был набран пакет вот я покажу камень примерно вот такого вот объема я сжала их как следует запаковала в полиэтиленовый пакет и положила в морозилку они лежали там со вчерашнего дня на самом деле достаточно бывает 4-5 часов в морозильной камере чтобы листья смородины вот таким вот образом замерзли для чего нам это нужно нам это нужно для того чтобы эти прекрасные листья пустили сок смородина вообще довольно сухое растение его листья с большой неохотой пускают сок когда их разминают а сок необходим нам для проведения ферментации я должна знаю что задают очень много вопросов по поводу того что такое ферментации я даже много раз читала в комментариях под своими статьями под своими постами что ферментация это когда обжаривают листья каких-то растений например говорят я обжариваю листья иван-чая до того чтобы он почернел но извините иван-чай это же не картошка ну получается у вас жареные листья иван-чая но они никакого отношения к ферментированным листьям и и ферментированным листьям других прекрасных растений которых великолепный чай получается как например из этой смородины сейчас мы сделаем никакого отношения это обжаривание не имеет а я вам сразу скажу как обжаривание листьев на сковородке так и сушка в духовом шкафу при температуре выше 100 градусов что очень часто рекомендует интернет сделать оно практически полностью уничтожает витамины которые содержатся в ваших чайных растениях никогда так не делайте не сушите ваш чай который вы собираете для себя сами в духовом шкафу не жарьте ваши листья ни на каких сковородках и противнях все это делается только на свежем воздух так вот вернемся к вопросу настоящей ферментации вот наши листья как видите они завяли стали такими как бы немножко влажными на самом деле на самом деле замораживание в морозильной камере оно приводит к тому что у очень сухих даже листочков лопаются клеточки содержащие клеточный сок и этот сок выходит наружу ну как вы знаете как если допустим не знаю там какая-то стеклянная бутылка плотно наполненная водой если заморозить она может копнуть вода расширяется при замерзании соответственно также каждая клеточка вот этого живого листочка она будет разорвана в результате этим замерзшим соком но тут есть одно очень интересное очень важное но когда этот сок замерзает все витамины органические вещества полезные все белки все чудесные вот эти вот вещества которые наукно современные даже не знает еще название не может объяснить их действия на организме человека они все сохраняются в целости и сохранности замораживание это такой прекрасный в этом смысле процесс вот так вот а что же происходит дальше ну сок ну пошел сок что такое ферментации листья ставшие мокрыми от сока они ведь еще не ферментированные как видите они еще ярко-зеленого цвета а мы знаем что ферментированный чай гораздо более темного цвета почти черным вот иван чай например становится совершенно черного цвета от ферментации дальше листья черной смородины указ которыми сейчас имеем дело они будут темно-темно зеленого цвета после ферментации почти черного я бы сказала крапива чернеет полностью вот мы знаем что меняется цвет кроме цвета во время ферментации очень сильно меняется аромат растений аромат меняется прямо по ходу ферментации то есть сначала когда мы его вот таким вот образом разминаем вот собственно приступаем к процессу да что нам нужно сделать растение ферментировать вот мы его разминаем тщательно и потихонечку в этом соке как бы листики намокают и начинается эта самая ферментация так вот что же это такое ферменты биологии это такие вещества очень очень особенные органические вещества очень сложные с точки зрения своей химии как и все остальные органические вещества которые срабатывают ну как ключ к замку каждый фермент способен проводить жизнь ускорять и даже проводить жизнь полностью какую-то определенную реакцию между органическими веществами то есть благодаря действию как некоего фермента изменяются белки в живой клетке то есть ферментация это вообще процесс который постоянно происходит живых клетках каждого организма это одна из один из процессов жизни вообще жизни как таковой биологической жизни так вот в данном случае мы немножко стимулируем запускаем искусственно тот процесс который мог бы происходить в клетках ферменты содержится в этом самом соке мы этот сок вы вывели на поверхность как я вам рассказала уже на поверхность листочков да и начинаем их разминать разминаем и в это время весь наш листочек как бы купается в собственном соку в своем собственном соку и начинается процесс вот этот вот когда ферменты которые должны были быть в клеточках и на поверхности этого листочка, начинают взаимодействовать с органическими веществами в соке этого растения, опять же на его поверхности. Хочу заметить, что на поверхности каждого листа растения, у кого-то больше, у кого-то меньше, находится еще одно очень интересное вещество, они покрыты воском. Даже когда вы этого не видите, воска, во множественном числе слова воск, они все равно на поверхности листиков есть. Они защищают листья растений от всяких воздействий внешней среды и так далее, и они обязательно нужны растению. Так вот, эти вещества, они тоже очень важное значение имеют, они вступают в реакции, и поэтому начинается у нас ферментация листа. В результате ферментации лист чайного растения приобретает некие новые свойства. Он становится эластичным, не таким хрупким, как просто высохший лист. Вот обратите внимание, может быть просто засушенное растение, зеленое, и растение ферментированное. Насколько разными на ощупь будут вот эти вот два чая, зеленое и ферментированное, из любого растения, из ванчая, из черной смородины, или даже из того, что я очень не рекомендую всем употреблять, это вот из чая, чайного куста, который продается в каждом магазине, в котором содержится страшно вредный для здоровья кофе, но, к сожалению, которому всех нас приучил ненавистный мой зубоящик. Вот. Тем не менее, и там тоже был проведен процесс ферментации. Черный чай – это чай ферментированный. Значит, по-настоящему, не жареный, заметьте, не пережаренный в духовке, до черного цвета подгоревший лист какого-нибудь растения, а по-настоящему ферментированный чай, он на ощупь несколько эластичный. Он не рассыпается в пальцах так легко, как рассыпается зеленый чай, или чай жареный, так называют. Мне не поворачивается язык назвать это ферментированным чаем. Так вот, вот эта вот эластичность, она, кстати говоря, была использована в коммерческих целях производителями еще одной отравы под названием табак. Табакокурение. Табачные листья, которые, ну, в дорогущих сортах сигарет используются, они точно так же были подвергнуты ферментации. И поскольку там как раз цены позволяют этим самым концернам со сверхприбылями работать более-менее честно с этим листом, но когда очень дорогой табак, вот. Вот можете где-нибудь посмотреть на него, или даже потрогать у продавцов этой ядовитой гадости, значит, что он очень эластичный. То есть хороший табак на ощупь действительно в руках он не рассыпается в пыль. Точно так же эти очень дорогие сигары, скрученные из таких листов, которые не рассыпаются в пыль. А если он рассыпается в пыль, он уже утратил свое качество, значит, его уже пересушили, ну, в срок годности практически. Поэтому ферментированный чай, он имеет несколько другие биохимические, что ли, качества, я бы сказала. Он в результате этого приобретает и другой аромат. Как вы понимаете, происходят очень сложные органические и химические процессы, и вот конкретно у вот этой вот болотной смородины происходит следующее. В ее запахе появляются фруктовые и ореховые нотки. Но речь идет об орехе, о миндальном орехе, вот эти вот, как пахнет магнолия на юге, как пахнет черемуха, вот эти вот нотки появляются. Вот, потом эти нотки как-то сливаются с основной нотой аромата смородины, и получается, как ни странно, запах очень похожий на вишню. Но это не просто вишня, ну, конечно, не настоящий запах вишни, а такой вишнево-смородиновый аромат, я бы сказала. То есть, если мы возьмем аромат смородины самой по себе, вот аромат листьев смородиновых, он острый и бодрящий. Если мы возьмем аромат ягод черной смородины, он уже более сладкий. Если мы добавим к этому еще, ну, как бы, информацию о том, что вот это вишня, это аромат вишни, он становится таким изысканно сладким, очень интересный, изысканно сладкий вишнево-смородиновый аромат. Вот что такое чай из ферментированной черной смородины, собранной на болотах возле нашей деревни Малиновка. Этот материал, эти прекрасные листья, полностью уже намокли в собственном соке, так немножко свалялись, их следует положить ровненько, вот так вот плотненько прижать, но не используйте, конечно, никаких металлических, никакой металлической посуды, лучше всего деревянные, вот так у меня есть деревянные, прижимаете к донышку и оставляете. Они на воздухе сами будут темнеть. Через некоторое время, когда вы почувствуете вот этот сладкий аромат, о котором я вам сейчас говорила, это значит основной процесс ферментации закончен. После этого вот эту вот подсыхающую массу, она будет еще достаточно влажной, нужно вот так будет растормошить, растеребить, рассыпать, и она будет сохнуть дальше. Но во время высыхания ферментация будет продолжаться. То есть, когда вы будете, так сказать, рассыпать по всему, по всей поверхности для просушки, она будет еще влажной и достаточно зеленой, такой темный зеленый цвет. А вот когда она полностью высохнет, она будет уже почти черной. Но вот эти вот стебелечки, прожилочки от листочков, они останутся ярко-зеленого цвета. И ферментированный чай из черной смородины, такая очень интересная, прелестная такая смесь, такие черные, скрученные в комочки, листочки, которые потом при заваривании в чашке развернутся очень красиво. И зеленые стебелечки, такой изящный, изысканный такой коктейль. Очень красиво выглядит. На мой вкус это прекрасный чай. Ну а аромат его, ну, это просто что-то невероятное. Но помимо аромата, помимо аромата, этот чай еще содержит огромное количество витаминов, микроэлементов. Он очень полезен. Это настоящий эликсир бодрости. Если вы чувствуете упадок сил, ничего лучше вот этого чая, из ферментированного чая из черной смородины, я вам посоветовать не могу. Именно когда плохо, когда хочется спать, выпиваете чашечку, и вы снова на нагр. Ну, на этом, я думаю, нам сегодня пора проститься. Я покажу вам готовый результат в следующий раз. Готовый ферментированный чай из черной смородины. А пока всего вам доброго, дорогие друзья. Спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok